Здравствуйте! Сегодня вторник, 7 ноября. В нашем ежедневнике мы расскажем о главных новостях, резонансных и ярких материалах региональных СМИ и о прогнозе погоды в Пскове на завтра. Об осаде Пскова шведами в 1615 году сегодня шла речь в программе «Летопись воинской славы Псковской земли». Есть ли источники информации по этому периоду истории Пскова? Как вообще складывалась история русско-шведских отношений? И какова была необходимость в захвате Пскова? Об этом и многом другом сегодня поговорили ведущие передачи Роман Коваль и Олег Добрынин. Не так давно, как ты уже сказал, мы разбирали осаду войсками Стефана Батори на заключительном этапе Ливонской войны. Если говорить правильно, то войны за ливонское наследство. Там говорили о важности этого события, о грандиозности, о месте роли Пскова во всем этом деле. Так вот, осада 2015 года шведами далеко не менее важная и, может, в каком-то роде даже грандиознее по своим событиям, значимости. Ситуация на дорогах Пскова от лета к зиме стала сегодня темой программы «Подстрочник» на ПЛНФМ. Можно ли в межсезонье ездить, не переобуваясь? Какие правила нужно соблюдать водителям и пешеходам в темное время суток для безопасности? Какова статистика аварийности? Не много ли в Пскове лежачих полицейских? И оправдывают ли себя турбокруги? Об этом в эфире передачи рассказал начальник ГИБДД ОМВД России по городу Пскову Владимир Папорт. У нас зимняя резина одевается на транспортное средство и устанавливается при понижении среднесуточной температуры ниже плюс 5 градусов. Естественно, летняя резина при данных температурах, ну, как обыденно сказать, она дубеет. И она не так идет с пятно контакта, именно с асфальтобетонным покрытием, имеет наимолее низкий коэффициент сцепления с дорогой. Из федерального бюджета выделят средства на пешеходный мост через Пскову, реконструкцию площади у аэропорта и капитальный ремонт улицы Германа, которая ведет к нему. А также на участок платной дороги у Святой Невель к погранпереходу. Об этом сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Общий объем средств по этим трем объектам превышает 1 миллиард рублей. Подробности на Псковской ленте новостей. Псковская область заняла 68 место в рейтинге регионов по доступности аренды жилья. Доступность аренды жилья понимается как способная семья арендовать благоустроенную квартиру, не утратив при этом возможности нести повседневные расходы. Для Псковской области эта сумма составляет 74 300 рублей в месяц. Подробности на Псковской ленте новостей. Новый дом для переселенцев из ветхого и аварийного жилья на пересечении улиц Юность и Инженерной в Пскове – хороший пример доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Вновь вводимые многоквартирные дома учитывают требования по доступности для маломобильных граждан. Но все ли новостройки также доступны для людей с ограничениями, разбирался обозреватель Псковской ленты новостей. Ночь искусств состоялась в музейном квартале Пскова. В рамках культурного события для гостей подготовили уникальные выставки, тематические экскурсии, сюрпризы от студентов колледжа искусства и даже арт-медитацию. Также в программе работа музейного кинотеатра для семей с детьми распахнули свои двери сразу несколько творческих мастерских. Подробности в фоторепортаже на ПЛН. Заплыв по реке Великой совершили в Пскове участники морозного вызова. Температура воды в реке Великой составляла всего плюс 3 градуса, температура воздуха плюс 5. На преодоление дистанции в ледяной воде зарегистрировались около 100 участников из 13 городов России, а также Белоруссии, Узбекистана и Индии. И о погоде на завтра. В среду 8 ноября днем будет пасмурно. Небольшой дождь от плюс 7 до плюс 8 градусов. Ночью пасмурно 6-7 градусов со знаком плюс. Ветер юго-западный умеренный. На сегодня это все. Я прощаюсь с вами до завтра. Ссылки на все материалы, упомянутые в выпуске, вы найдете в описании под видео. Хорошего вечера и до встречи на ПЛН-ТВ. ПЛН-ТВ